Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 14.30 курс нутрициология. Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00 курс нефрология. Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30 курс врач и инфекция. Лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00 курс дентальная имплантация. Ведут Александр и Дмитрий Стаматовы. Мы провели более 500 вебинаров по 40 врачебным специальностям. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30 курс кардиологика. Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00 курс актуальные вопросы от Урина Ларингологии. Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30 курс актуальные вопросы неонатологии. Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 компас детской психиатрии. Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация Серано приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс актуальные вопросы рефлексотерапии и детская неврология. Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00 курс общая врачебная практика. Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс актуальные вопросы полиморбидной патологии. Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00 курс эндоурология и детская хирургия. Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс диалоги с профессором для врачей-педиатров. Ведущая Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! Что такое Серано? Серано – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей, конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами! Ваш Серано Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем цикл вебинаров для врачей-педиатров, для врачей-неонатологов. И в связи с огромным количеством ваших обращений нам приходится опять обсуждать тему, которую косвенно в сжатом виде мы уже разбирали на прошлых вебинарах в предшествующие годы. Но, судя по вашим вопросам, вероятнее всего, остаются какие-то узкие моменты, остаются не совсем, может быть, нами внятно изложенные, но принципиальные позиции. И это все определяет необходимость возвращения опять к этой теме. Речь пойдет сегодня о правильной трактовке показателей, которые входят в клинический анализ крови. Это очень, казалось бы, обыденный лабораторный тест, легко и повсеместно доступный, но, тем не менее, не всегда мы правильно ориентируемся, опираясь на те либо иные значения этих показателей, неправильно иногда выстраиваем диагностический вектор, а в ряде случаев ошибаемся уже на самом первом этапе проведения дифференциального диагноза. Вот, собственно, и ставим мы перед собой эту задачу донести до всех практикующих врачей, педиатров, нанотологов важность трактовать показатели клинического анализа крови по одним правилам. Эти правила свидетельствуют о том, что нельзя из всего массива данных вырывать какой-то один и на нем строить свои диагностические предположения. Анализ необходимо только комплексно изучать и целесообразно сопоставлять те либо иные сдвиги в тех либо иных показателях вместе. Вот тогда будет целостная картина и более правильная трактовка всего анализа крови. Традиционно все показатели, которые мы получаем при исследовании этого лабораторного теста, мы можем разделить на три основные группы. Это показатели, характеризующие эритроидный росток, по-простому, показатели красной крови. К ним относятся гемоглобин или гематокрит, количество эритроцитов, эритроцитарные индексы, среди них наиболее важные такие, как среднее содержание гемоглобина в эритроците или насыщение эритроцитов гемоглобина. Показатели, характеризующие однородность эритроцитов по объему, по размеру. И очень важный лабораторный тест – ретикулоциты. Ретикулоциты в практике чаще всего приходится дополнительно определять, и поэтому врач должен помнить, что если ему необходимо получить значение и этого показателя, то нужно лабораторию поставить перед фактом. Но правда, аппараты нового поколения дают возможность определять ретикулоциты и индексы ретикулоцитов сразу же в общем объеме тех показателей, которые представлены в этом лабораторном тесте. Итак, это показатели, характеризующие систему эритроидного ростка костного мозга или показатели красной крови. Показатели миелоидного ростка, показатели белой крови – это общее количество лейкоцитов, общее количество гранулоцитов и тех лейкоцитов, которые не содержат в своей структуре гранул, лимфоцитов. В ряде случаев аппараты более продвинутые, последних поколений, позволяют говорить и о абсолютном количестве эозинофилов и моноцитов. И обязательно мы смотрим еще дополнительно процентное соотношение всех этих лейкоцитов в зависимости от того, сколько их удельный вес, от общего количества лейкоцитов, которые принимаются за 100%. Процентное выражение всех этих клеток лейкоцитарного ряда называется лейкоцитарной формой. Третья группа показателей – показатели системы гемостаза. В анализе крови мы тоже это можем с вами анализировать по количеству тромбоцитов. Тромбоцитарные индексы анализируем обязательно. И один из показателей, который может использоваться – это длительность кровотечения под ЮКЭ. И, конечно же, ни в одну из этих групп мы не можем отнести такой важный показатель, как скорость оседания эритроцитов. Он очень чувствительный, но малоспецифичный. Мы обязательно его с вами анализируем, но выводы делаем только тогда, когда получаем весь результат и то, что называется, комплексно суммируем те либо иные сдвиги. Ну вот после такого достаточно пространного и неподтвержденного визуальным рядом моего вступления мы переходим непосредственно к оценке каждого из этих показателей. И золотое правило – необходимо начинать трактовку показателей клинического анализа крови с оценки показателей красной крови. И поэтому всегда мы начинаем с того, что глазами ищем уровень гемоглобина. И объясняется это очень просто. Дело в том, что по рекомендации экспертов-гематологов ВОЗ уже на этом этапе мы можем ответить на вопрос, есть или нет у пациента синдром анемии либо синдром полицитемии. Оценка уровня гемоглобина или гематокрита – ну чаще всего мы все-таки пока ориентируемся на гемоглобин. Правда, доктора, которые совсем недавно закончили университеты и в большей степени при освоении этих тем обращали внимание на переводные учебники, монографии, могут ориентироваться и на гематокрит. Но не будем ломать традицию. И в дальнейшем будем говорить, что по характеристике этих синдромов анемии либо полицитемии мы можем ориентироваться на уровень гемоглобина либо гематокрита. В этой ситуации, если мы говорим о синдроме анемии, то любое снижение от ниже возрастной нормы гемоглобина либо гематокрита, даже при нормальном или даже повышенном количестве эритроцитов, рассматривается как синдром анемии. Это принципиально важное положение. Итак, снижение уровня гемоглобина или гематокрита ниже возрастной нормы, даже в тех случаях, когда это не сопровождается низким содержанием эритроцитов или даже превышением уровня эритроцитов, все равно рассматривается как вариант анемии, синдром анемии. Поскольку мы с вами сейчас коснулись этих важных моментов и произнесли термин возрастная норма, давайте оценим. Нижние значения гемоглобина зависят от возраста ребенка. Отдельно обсудим те состояния, которые характеризуются первыми днями и неделями жизни. На натальном периоде у детей первой недели жизни нижняя граница нормы гемоглобина не должна быть ниже 145 граммов на литр. Очень важное упущение, которое я сейчас должен исправить. Мы ведем речь сейчас только о показателях, оцененных в капиллярной крови. Капиллярный гемоглобин примерно на 10% выше, чем венозные значения. Поэтому мы делаем сейчас с вами упор на то, что будем анализировать только уровень гемоглобина капиллярный. Дети первой недели жизни не должны иметь менее 145 граммов на литр, которые оценены в капиллярной крови. Очень важно обратить внимание на то, что во всех представленных сейчас слайдах и по ходу нашего обсуждения мы будем опираться только на уровень капиллярного гемоглобина. Это связано с тем, что если анализ крови проводится при венозном заборе, то уровень гемоглобина там будет примерно на 5, на 7, на 10% ниже, чем уровень капиллярного гемоглобина. Итак, все таблицы, все схемы, которые сейчас будут на ваших экранах, ориентированы на капиллярный гемоглобин. Нижняя граница нормы, то есть это критерий анемического синдрома, зависит от возраста ребенка. Дети на натального периода, первая неделя жизни, нижняя граница нормы не должна быть ниже 170 граммов на литр. Дети второй недели жизни не должны иметь уровень гемоглобина капиллярного ниже 145 граммов на литр. И дети третьей недели жизни, фактически до достижения месячного возраста, не должны иметь уровень гемоглобина менее 120 граммов на литр. Дети старше на натального периода, с месячного возраста, имеют уровни гемоглобина, если мы оцениваем нормативы нижняя и верхняя, в пределах 110-160 граммов на литр. Снижение уровня капиллярного гемоглобина менее 110 граммов на литр является критерием верификации синдрома анемии. Увеличение более 160 граммов на литр – синдрома полицитемии. У детей школьного возраста, но до начала тубертатного периода, нет половых различий, и эти интервалы нормативных значений колеблются в пределах от 115 до 160 граммов на литр. Далее нижняя граница нормы не должна быть ниже 120 граммов на литр. И с момента окончания полового созревания у юноши и в дальнейшем у мужчин нижние границы нормы не должны снижаться менее 130 граммов на литр. Анемический синдром наиболее часто мы с вами выявляем в практике. Именно о нем мы будем говорить более подробно. А поскольку синдром полицитемии встречается значительно реже, то начнем мы с оценки именно этих причин, которые и приводят к развитию полицитемических нарушений. Итак, для детей постноанатального периода всех возрастов, кроме юношей, верхняя граница нормы капиллярного гемоглобина – 160 граммов на литр. У юношей – 170 граммов на литр. Среди причин, которые приводят к развитию полицитемического синдрома, выделяют первичные и вторичные. При этом доктора – это условное деление, это, конечно же, не нозологическая классификация, но, тем не менее, она очень важна, поскольку позволяет сразу определить круг заболеваний. Вот когда мы говорим о первичных причинах, то надо понимать, что речь идет о заболеваниях, связанных непосредственно с костным мозгом, с нарушениями эритроидного ростка. Вторичная полицитемия связана с другими, не гематологическими проблемами, а это является ничем иным, как отражением каких-то других транзиторных либо патологических состояний других органов и систем. Итак, если мы говорим о наиболее частых вариантах, это все-таки вторичные варианты, и среди них выделяют компенсаторные, когда в силу различных нарушений патологических состояний либо транзиторных изменений в окружающей среде развивается усиленная продукция эритроцитов и гемоглобина, и эти варианты мы называем компенсаторными. Чуть подробнее мы с вами обсудим все эти основные причины далее. Дисрегуляторные, когда нарушается вариант активации эритроидного ростка в силу различных причин, и костному мозгу тоже приходится более интенсивно работать с выработкой большего количества гемоглобина и эритроцитов. И большая группа транзиторных состояний, которые в основном не связаны с какими-то непосредственными нарушениями патологическими серьезными органов и систем, в том числе и костного мозга. Среди первичных это крайне редкая ситуация для педиатрической практики. Как правило, это подростковый период, когда первые манифестации, но в основном это все-таки взрослые пациенты. Но тем не менее, вот этот первичный вариант полицитемии, или истинная полицитемия, или болезнь вакеза, первичная эритремия, это один из вариантов мило пролиферативного заболевания, при котором есть очень похожие на лейкоз процессы, а именно бесконтрольное ускоренное деление клеток предшественников эритроцитов, но при этом эритроциты проходят все стадии дифференцировки. В отличие от лейкоза, клетки созревают. Собственно, есть похожесть. В чем? Клональность. Бесконтрольное и ускоренное размножение этих клеток. Но адекватное созревание, адекватная дифференцировка. Так как мы с вами сейчас произнесли фразу мелопролиферативное заболевание, наверное, стоит вспомнить еще один из сказанных мной только что терминов. Это клональность. Для того, чтобы напомнить, что не только болезнь вакеза, не только истинная полицитемия относится к мелопролиферативным заболеваниям. В зависимости от того, какой клон повреждается, в каком клоне происходит аномальный бесконтрольный рост, выделяют следующие варианты мелопролиферативных заболеваний. Если этим клоном являются эритроциты, предшественники эритроцитов, мы с вами только что это говорили, эритроидный росток нарушается, безудержное размножение, рост этого ростка, но дифференцировка не нарушена, созревание происходит адекватное. Мы с вами констатируем болезнь вакеза, либо первичную эритремию, первичную полицитемию. Если же этим клоном являются тромбоциты, то возникает эссенциальная тромбоцитемия. Тромбоциты ускоренно и бесконтрольно делятся и созревают адекватно. Клон совсем другой. Если же клоном, который подвержен этим патологическим процессом, являются предшественники тромбоцитов, мегакариоциты, то развивается миелоидная метаплазия. Собственно, само название характеризует то, что происходит, простите, упрощу, перерождение костного мозга, всего костного мозга. Почему? Почему возникает метаплазия? С чем это связано? Почему возникает и анемический синдром при этом, и тромбоцитопения, и, может быть, лейкопения? Дело в том, что при интенсивном размножении мегакариоцитов вырабатывается большое количество факторов, стимулирующих строму, соединенную ткань, которая, по сути, замещает костный мозг и уменьшается количество клонов, которые ответственны за эритроциты, за те же тромбоциты, за те же лейкоциты. Вот и ответ на вопрос о развитии цитопенических синдромов. И, наконец, последний вариант. Если таким клоном, подвергающимся этим патологическим процессам, к аномальному росту неуправляемому и созреванию, подвержены гранулоциты, то развивается хронический мелолейкоз. Итак, возвращаемся к основным причинам нарушений эритроидного ростка в виде клонального и аномального роста в виде синдрома полицитемии. Мы с вами только что говорили, что это крайне редкое заболевание в педиатрической практике. В целом, первые лабораторные признаки начала может быть отмечено у подростков, но манифестация вся клиническая развивается уже в зрелом состоянии. А вот вторичные могут встречаться намного чаще. Еще раз напомню, что к вторичным мы относим те состояния, которые не связаны непосредственно с повреждением самого эритроидного ростка. Сам костный мозг не подвергается патологическим процессам. Итак, когда же развивается компенсация, когда костный мозг воспринимает изменения в организме за счет патологических процессов других органов и систем, как призыва помощи в виде избыточного образования новых порций эритроцитов, либо синтеза гемоглобина. Тогда, когда имеет место хроническая генерализованная тканевая гипоксия. Итак, при хронической генерализованной тканевой гипоксии ткани испытывают дефицит кислорода и, естественно, просят о помощи в виде чего? В виде новых порций эритроцитов, которые должны донести этот дефицитный кислород. Собственно, именно это и происходит, если речь идет о тех случаях, когда тканевая гипоксия вызвана артериальной гипоксимией. Артериальная кровь недонасыщена кислородом в силу ряда причин. Патологических состояний. Пороки сердца синего типа. Тяжелые хронические заболевания легких, как врожденного, так и приобретенного генеза. Карбоксигемоглобинемические состояния. И очень важный момент – пребывание в тех условиях, когда во вдыхаемом воздухе концентрация кислорода снижена. К примеру, длительное пребывание в условиях высокогорья. Помимо этого, хроническая генерализованная тканевая гипоксия может возникнуть и в тех ситуациях, когда артериальная кровь насыщается кислородом. Кислород насыщается кислородом. Но этот кислород в силу ряда патологических процессов не отдается адекватно в тканях. И это может быть при следующих вариантах. Когда имеет место состояние хронической тканевой гипоксии без артериальной гипоксимии. Варианты, связанные с тем, что у пациента имеется наследственная гемоглобинопатия. Напомню вам, что так называемые варианты гемоглобинов фитального типа характеризуются высокой афинностью кислороду, высоким сродством кислороду и очень низким уровнем отдачи этого кислорода в тканях. Такие варианты тоже могут быть в нашей с вами практике. Нарушается регуляция костного мозга за счет избыточного выделения эритропоэтина. Ну, в частности, в тех ситуациях, когда имеется локализованная ишемия почек. Мы с вами помним, что эритропоэтина синтезируется именно почками. Вот вам, пожалуйста, пример, который может позволить уже на этапе первичного обращения при артериальной гипертензии и в анализе крови наличие полицитемии заподозрить, нет ли здесь у пациента, варианта локализованной ишемии почек за счет порока развития, допустим, почечных артерий, за счет стеноза почечных артерий. Ну и, наконец, те транзиторные состояния, которые мы с вами чаще всего и видим в нашей клинической практике. Речь идет о различных по генезу эксикозах. Просто нарушается соотношение жидкой части крови с клеточным составом. Вот вам и ответ на вопрос. Как только мы проводим адекватную регидратацию, пероральную, либо инфузионную, восстанавливается правильный, нормальный, истинный уровень содержания клеток и гемоглобина у этого пациента. Ну и теперь, доктора, следующий этап, после того, как мы оценили с вами концентрацию гемоглобина или уровень гематокрита и сделали вывод о том, что имеются признаки анемического синдрома, либо полицитемии, мы переходим к оценке количества эритроцитов. И вот когда мы говорим о размахах, здесь мы в основном ссылаемся на ВОЗовские нормативы, мы понимаем, что в целом физиологические значения лежат в более узких пределах. И, как правило, у детей в постноанатальном периоде не должны быть ниже 3 миллиона 800 тысяч и 4 миллиона 800 тысяч. Очень важный момент, на который я хочу обратить особое внимание, это то, что синдром анемии в качестве верификации не требует оценки уровня эритроцитов. Мы ведь с вами договорились, что критерием анемического синдрома является снижение гемоглобина ниже возрастной нормы или гематокрита. Зачем же тогда мы оцениваем уровень эритроцитов? Для того, чтобы понять, насколько адекватно эритроциты насыщаются гемоглобином. Дело в том, что для решения своей физиологической задачи, а это газообмен, это насыщение эритроцита кислородом в легких, снабжение этим кислородом тканей, обмен на углекислый газ из ткани, доставка углекислого газа в легкие, и опять обмен его на новую порцию кислорода. Так вот, эта физиологическая роль у эритроцитов, возможно, только тогда адекватное выполнение, когда эритроцит насыщен гемоглобином адекватно. Ведь эту роль газообмена в эритроците выполняет именно гемоглобин. Именно он доставляет кислород в ткани, именно он обменивает этот кислород в тканях на углекислый газ, и именно он, гемоглобин, доставляет углекислый газ в легкие, где происходит обратный обмен. Углекислый газ уходит в атмосферный воздух, а оттуда гемоглобин забирает кислород. Так вот, насколько синхронизированы процессы насыщения эритроцитов гемоглобином, будет выполняться или не выполняться задача газообмена. Собственно, поэтому для нас принципиально важно всегда не просто посмотреть на количество эритроцитов, а сопоставить концентрацию гемоглобина и количество эритроцитов. И вспомнить, что гемоглобин проникает в структуру эритроцита на уровне созревания эритроцита, когда он превращается в ретикулоциты. Собственно, вот этот слайд, который вы сейчас видите и демонстрирует, специально мы сделали в разной цветовой гамме, только после того, когда гемоглобин проникает в ретикулоцит, на фазе созревания от нормоцита к взрослому эритроциту, там появляется гемоглобин. Кстати, об этом мы будем сегодня еще говорить. Очень важный момент, когда мы можем оценить степень насыщения гемоглобином не только эритроцитов, но и ретикулоцитов. Но об этом чуть позже. Итак, количество эритроцитов для нас, конечно, важно, но не как сам факт, потому что даже при нормальном уровне эритроцитов, либо даже при повышенном уровне эритроцитов, если гемоглобин низкий, то мы будем говорить о синдроме анемии. Но важен с точки зрения соотношения количества эритроцитов к содержанию гемоглобина. Почему? Потому что нам нужно понять, синхронизирован ли процесс поступления гемоглобина в эритроцит. От этого зависит физиологическая роль, адекватное выполнение газообмена эритроцитов. Собственно, это нам позволяет оценить, когда мы проводим анализ цветовых индексов. На самом деле, вот эти цветовые индексы – это не что иное, как оценка степени содержания насыщения эритроцитов гемоглобином. Есть традиционный, хорошо известный, давно используемый метод который дает возможность оценить относительное содержание гемоглобина в эритроцитах, так называемая формула тройки. Поскольку сейчас практически не осталось уже в лабораториях техномограмм, которые раньше позволяли сразу же очень быстро высчитать цветовой показатель по имеющимся у пациента уровню гемоглобина и количеству эритроцитов, то мы предлагаем использовать формулу тройки. Где гемоглобин пациента, который оценен аппаратом в размерности грамма на литр, очень важно обращать на это внимание, потому что целый ряд аппаратов оценивает гемоглобин в другой размерности, грамм на децилитр. И норма нижняя там будет не 110 граммов на литр, а 11 граммов на децилитр. Так вот в этой ситуации нужно перевести в граммы на литр очень просто, умножить на 10. Если же у вас аппарат с размерностью грамма на литр, то гемоглобин пациента уже в том значении, который представлен, умножается на эмпирически выведенный коэффициент 3. И это произведение делится на первые три цифры эритроцитов. Нормативные значения цветового показателя от 0,85 до 1,5. Это относительный показатель насыщения эритроцитов гемоглобина. Очень легко подсчитывается. К примеру, гемоглобин пациента 120 граммов на литр, количество эритроцитов вы смотрите 3 миллиона 600, тогда по формуле тройки гемоглобин 120, коэффициент троечка, делится на первые три цифры эритроцитов, запятая убирается при этом из количества эритроцитов. И вы видите уровень цветового показателя, единичка. Нормативные значения. Помимо этого, имеются и другие показатели, которые дают возможность более адекватно оценить степень насыщения эритроцитов гемоглобина. В частности, показатель абсолютного содержания гемоглобина в одном эритроците, МСХ, свидетельствует о среднем содержании гемоглобина в эритроците. Обратите внимание на размерность. Пикограммы. Речь идет об абсолютном содержании гемоглобина в эритроците. Этот показатель очень важен. Он объективизирует содержание гемоглобина в эритроците, поскольку дает возможность говорить об абсолютном значении, в весовом эквиваленте. В отличие от такого показателя, как МСХС, концентрация. То есть, что-то принимается за 100%, а содержание доля гемоглобина в этом пространстве подсчитывается либо в процентах, либо в частях от тысячи, либо в частях от единицы, в зависимости от того, какой аппарат в вашем лечебном учреждении. Я подчеркиваю различие значений этих двух показателей. Показатель среднего содержания, абсолютное значение, МСХ, пикограммы, и концентрация. Этот показатель может использоваться только тогда, когда средний объем эритроцитов в пределах нормы. Потому что за 100% берется объем эритроцита, а удельный вес высчитывается, гемоглобина, независимо от абсолютного объема эритроцитов. Только в процентах. Итак, доктора, если мы с вами анализируем эти все показатели, то мы понимаем, что уже на этом этапе это краеугольный камень расшифровки причин анемического синдрома, сопоставляя количество эритроцитов с содержанием в организме гемоглобина, мы можем анемический синдром характеризовать как гипонорма, либо гиперхромия. Обратите внимание на звездочку. Еще раз подчеркиваю, что концентрация гемоглобина в эритроцитах может подсчитываться и анализироваться нами только тогда, когда средний объем эритроцитов в пределах нормы. В противном случае мы получим неправильные трактовки, что может привести к диагностической ошибке. Поэтому, если вы в этих показателях пока еще до конца не разобрались, в качестве основных используйте либо цветовой показатель, подсчитанный по формуле тройки, либо по анемограмме, либо показатель среднего содержания абсолютных значений. М-С-Эйдж. М-С-Эйдж. Ну, для примера. Посмотрите. Три клинических случая специально подобранных. Это не случаи с практики. Возраст детей одинаковый. Допустим, дети годовалого возраста. У всех трех деток гемоглобин 110 граммов на литр. Мы с вами договорились, что речь идет о гемоглобине капиллярном. Анемия. А вот дальше различия. У того пациента, который на экране у вас представлен сейчас с правой стороны, при легкой анемии имеет место гипохромия. Почему? А потому что количество эритроцитов у этого пациента в пределах нормы. И значит, каждый из эритроцитов не сможет быть насыщен адекватно. Не хватит гемоглобина, чтобы насытить все представленные в кровотоке эритроциты. Пациент, показатели которого в среднем ряду снижение гемоглобина, легкая анемия, сопровождается одновременным снижением количества эритроцитов. Причем, посмотрите, синхронное снижение. И тогда анемический синдром характеризуется тем, что несмотря на анемию, каждый эритроцит, который синтезируется в меньшей степени, чем должен был бы, содержит адекватное количество гемоглобина. Норма хромия. И, наконец, последний случай, когда более прогрессивно снижена продукция эритроцитов при незначительном снижении гемоглобина. Получается, что дефицит эритроцитов является причиной перенасыщения имеющихся эритроцитов гемоглобинов. Гиперхромия. Гиперхромия. И каждый из этих клинических примеров является отражением разных причин развития анемии. В тех случаях, когда имеет место гипохромия, преимущественное повреждение синтеза гемоглобина, и мы сразу для себя вспоминаем, что это может быть действительно железодефицитная анемия, либо седробластная анемия, когда гемоглобин в силу ферментативных нарушений различных, наследственных, либо приобретенных, не может проникнуть в эритроциты, адекватно насытить эритроциты, либо талосемия. Нормохромия. Одновременно нарушены процессы образования гемоглобина и эритропоэз. Это могут быть опластические состояния и другие состояния, либо гемолиз, когда одновременно разрушение происходит эритроцитов и гемоглобина. И, наконец, гиперхромия. Страдает и синтез гемоглобина, и процесс эритропоэза, но более угнетен эритропоэз. Для педиатрической практики чаще всего это витамины дефицитные, такие как фолиеводефицитные, либо витамин В12 дефицитная анемия. Вот почему так важно правильно сопоставить соотношение концентрации гемоглобина и количества эритроцитов. И на этом этапе, на третьем этапе, уже можно направить вектор диагностического поиска в зависимости от определения характераномии гипохромная, гиперхромная либо нормохромная на целый круг наиболее типичных заболеваний, при которых имеются телево иные изменения. И, наконец, характеризуя показатели красного ростка крови, эритроидного ростка, нужно помнить о важности оценки уровня ретикулоцитов. Я еще раз напомню, что ретикулоциты это то промежуточное звено созревания, предшествующее выходу в полноценный зрелый эритроцит. Примерно сутки после образования ретикулоцитов они, выходя из кровотока, еще циркулируют в кровотоке, а потом приобретают уже свойства зрелого эритроцита. Полностью теряют из-за разрушения хроматина ядро. Полностью разрушается ядро. Напомню, что у млекопитающих зрелые эритроциты безъядерные клетки. И вот как раз стадия потери ядра, разрушения ядра, лизиса, разрушения хроматина и дает вот эту типичную морфологическую картину ретикулиума сетки, сеточки, что и определило название ретикулоцитов. В тех случаях, когда ретикулоциты подсчитываются на тысячу зрелых клеток, мы говорим о нормативах от 4 до 20 промилле. В тех случаях, когда подсчет идет на 100 клеток, мы говорим о нормативных значениях от 0,4 до 2%. В тех доктора ситуациях, когда мы видим снижение уровня ретикулоцитов, мы характеризуем такую анемию как гипорегенераторную. В тех случаях, когда речь идет о превышении верхней границы нормы, мы говорим о гипер регенераторной анемии и понимаем, что там совсем другие причины. Итак, гипорегенераторные варианты могут быть связаны с дефицитом фолиевой кислоты, либо витамина В12, с опластическими состояниями, наследственными, врожденными, либо с любой мелодепрессией, в том числе и медикаментами. Повышение уровня ретикулоцитов у детей, у которых не было асфиксического состояния, как правило, связано с гемолизом, либо с кровотечением. Уважаемые коллеги, на сегодня, я думаю, нам достаточно полученной информации. Во время следующего вебинара, во время следующей встречи продолжим характеризовать показатели клинического анализа крови и чуть подробнее поговорим о современных гематологических счетчиках, которые дают возможность без нашего с вами напоминания, подсчитать уровень ретикулоцитов и ретикулоцитарные индексы, как и все остальные индексы, которые характеризуют систему эритроидного ростка, а именно показатели среднего объема эритроцитов и показатели наличия анизоцитоза. Спасибо, всего доброго, ждем вопросов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok